знаете что в этом кейсе конечно же нет и вам никто никогда не расскажет даже сам тарантино не знает что внутри впрочем это и не важно пусть даже вы ничего не знаете о содержании кейса вы понимаете что он заставляет всех персонажей действовать это называется макгаффин привет с вами игорь максимов и в этом выпуске я расскажу как применяют макгаффин а для информативности попросил комментарии у сценариста и продюсера николая куликова а также сценаристы и киноведа всеволода коршунова что ж поехали макгаффин это артефакт которым стремятся завладеть персонажи истории это источник конфликта между ними а вот для зрителей макгаффин может и не иметь никакого значения каждый хочет взять сундук себе макгаффин часто встречается в приключенческом шпионском или супергеройском кино это драматургический инструмент и сам по себе он не хорош неплох все дело в том как с ним работают авторы скажем камни бесконечности финальных мстителях используются довольно механически они не вырастают метафору и ключ к фильму как например знаменитый синий ключ во всех смыслах в манхолон драйв линча индиана джонс стремится заполучить священный граль джек воробей сундук дэвид джонса а лига справедливости таинственные космические кубы помимо неодушевленного предмета макгаффин может быть событием или человеком джон конор в терминаторе 2 рядовой райан в спасти рядового райана или внезапно пропавший дак в мальчишнике в вегасе слову последнего почти не было фильме но именно его пропажа двигала сюжет вперед другими словами макгаффин может даже не участвовать в сюжете но если его удалить все развалится например таинственное убийство лоры палмер запустила все события в твин пикс я подъезжаю к городку двин пикс судя по всему она изначально было задумано дэвидом линчем как макгаффин и как потом признавался режиссер он вовсе не собирался раскрывать личность убийцы правда ситуация с производством сериала сложилось не в его пользу но все-таки в большинстве случаев макгаффин не абстракция вроде победы героя над соперником или любви прекрасной девушки куда чаще это нечто вещественное в начале картины звездная пыль по роману нила геймана главный герой отправляется на поиски упавшей звезды чтобы доказать свою любовь и добиться расположения здешней красавицы это событие запускает сюжет но макгаффин здесь совсем не любовь или расположение девушки а именно упавшая звезда за которой отправляется не только главный герой но и другие ключевые персонажи фильма а вот любовь здесь мотивирует героя как и в произведении николая гоголя вечера на хуторе близ диканьки где кузнец вакула привез свои возлюбленные черевички но гоголь далеко не первый кто применил своем произведении макгаффин прием использовали еще в средневековой литературе и греческом эпосе мифы легенды и сказки довольно часто опираются на макгаффин например легенда гераклия или короля артуре я вижу два всплеска интереса к этому инструменту середина века с нуаром криминальными историями и детективной манией и конец века когда голливуд занялся блокбастерами основанными на концепции имена мифа джозефа кэмпбелла в эпоху немого кино прием называли словом винни которая невозможна вразумительно перевести но самое ближайшее значение на русском языке штука впервые же сам термин вел и популяризировал альфред хичко в далеком 1935 году с выходом своего фильма тридцать девять шагов как утверждал режиссер слова макгаффин он якобы позаимствовал из одного анекдота про двух пассажиров поезда один пассажир сидя напротив другого спрашивают что это за пакет там над вашей головой другой ему отвечают о это макгаффин тот спрашивает а что такое макгаффин это аппарат для ловли львов в горах шотландии но ведь в шотландских горах нет львов ну значит это не макгаффин но почему именно это слово мак это вероятнее всего традиционная часть шотландской фамилии а вот слово гав значит пустышка или ерунда выходит макгаффин это в некотором смысле пустяк в анекдоте хичкока этот термин обозначает ловушку то есть макгаффин это ловушка для зрительского внимания головная боль сценариста это найти прочную безотказную работающую пружину которая обеспечит внимание зрителя от начала и до конца один из самых действенных и универсальных инструментов это цель героя но цель лучше работая тогда когда она максимально конкретно не познать смысл жизни а найти вон ту штуковину эта штуковина и есть макгаффин причем хичкок понимал этот термин довольно узко не просто предмет вокруг которого закручивается история а предмет который сам по себе не важен как например знаменитый чемодан марселлеса уоллеса в криминальном чтиве мы так и не узнаем что в нем но и в широком и в узком смысле макгаффин делает цель зримой и осязаемой еще один вывод которому пришел именитый режиссер относительно макгаффина заключается в том что в фильме его можно заменить на любой другой объект и сюжет при этом останется прежним по словам хичкока макгаффин лучше всего применяют в шпионских фильмах например миссия невыполнима 3 главные герои танхант и его команда гоняются за таинственным предметом под названием кроличья лапка никто из зрителей не догадывается что такое кроличья лапка и зачем она нужна более того даже сами персонажи не понимают что это на самом деле здесь говорится какой-то лапки кролика лапки кролика то есть ты не представляешь что это это кроличья лапка ее даже почти не показывают но персонажи говорят они уже с первых секунд поговорим о кроличьей лапки но даже когда она наконец появляется в кадре мы по-прежнему не знаем что это такое ведь это не имеет никакого значения посмотрим на макгаффин одного из самых известных американских фильмов касабланка транзитные визы их выдали французские власти а подписал сам генерал деголь это очень важная подпись подтверждающая важность документа значит фашисты в стране находящийся под их контролем ищут визы подписанные главой сопротивления это полный бред все равно как если бы в россию во время войны прислали визу подписанную гитлером такого человека тут же бы арестовали он не смог бы ходить и трясти такой визой и уехать с ней из страны тоже не смог бы почему этот бред находится в центре прекрасного фильма ответ очень прост потому что это не бред это макгаффин он выполнен по лучшим правилам самым эффективным способом макгаффин это вещь которую каждый хочет иметь и когда вы ее получаете она дает вам силу все остальное не важно правда не все режиссеры интерпретируют макгаффин как хичкок например по мнению джорджа лукаса макгаффин в произведении может быть действительно важным объектом за который будут переживать не только персонажи но и зрители в своей новой надежде он считал макгаффином r2 d2 дроид содержит в себе планы по уничтожению звезды смерти а также послание для оби-вана с просьбой о помощи от принцессы леи это делает его ключевым объектом запускающим сюжет но гораздо позже когда из r2 d2 уже добыли информацию зрители все еще переживают за него так как успели привязаться к дроиду а сюжет с планами звезды смерти был настолько хорош что дисней сделали из этого отдельный фильм изгой 1 принято считать что макгаффином то есть целью героя может быть что угодно и не важно что из-за этого появляются истории в которых герои отчаянно хотят чего-то но мы им не сопереживаем потому что авторы не нагружают цель эмоциональным весом не делают ее самым важным предметом на свете без которого герою не жить это может быть нечто ничтожное на первый взгляд допустим 10 центов интересно или это цель захватывающий ли макгаффин вроде нет но если это первые 10 центов которые когда-то заработал молодой скруч макдак и кто-то из его племянников эту монету потерял мы автоматически представляем как много плохого случится если не вернуть ее возможно разрушится клан макдаков и таким образом презренная монетка вдруг стоит дороже целой планеты и становится частью интересной истории на самом деле хичкок и лукас продвигают два разных подхода которые просто работают на разные цели согласно критериям хичкока макгаффин полезен когда вы внедряете конфликт в историю но он не должен быть вездесущим и чрезвычайно важным в конце допустим в анчарте 4 герои охотятся за сокровищем генри эвери но по факту это абстрактная куча денег которая нужна чтобы спасти сэма брата нейтана дрейка сэму поставили условия да будет сокровище и его не убьют причем братья искали сокровища самого детства и естественно ни с кем не хотели делиться но цель истории показать как развиваются отношения сэма и нейтана а также что хорошее приключение семья важнее самой награды а вот к принципу лукаса куда ближе кольцо во властелине колец она двигает весь сюжет трилогии и побуждает персонажей к действию но судьба кольца имеет принципиальное значение на протяжении всей истории зрители заинтересованы в том чтобы она была уничтожена или божественный наследник куро из секира его телохранитель волк принес ему клятву верности поэтому пойдет на все чтобы освободить мальчика из плена клана исина даже отрезанная рука волку не помеха все это плохо вписывается в концепцию предлагаемую хичкоком я не думаю что макгаффин то есть четкая цель героя это клише массового кино это скорее основа нашей цивилизации вперед ее толкали те кто страстно хотел чего-то например открыть короткий путь в индию поэтому за теми кто чего-то страстно хочет и прет к этой цели интересно наблюдать будь то спортсмен на олимпиаде илон маск или кот который пытается поймать красную точку на самом деле может быть не так уж и важно что такое макгаффин ведь даже происхождение самого слова некий макгаффин потому как не имеет никакого внутреннего наполнения макгаффины существуют с тех самых времен когда люди научились изъясняться друг с другом словами они собирались вокруг костров и слушали захватывающие рассказы воинов или охотников племени и этот прием будет существовать вплоть до тех пор пока люди все еще рассказывают друг другу истории без подобного элемента мы бы никогда не увидели все самые лучшие потрясающие и увлекательные сюжеты в кино кстати напишите какие вы знаете удачные примеры макгаффинов в играх и кино нам будет очень интересно а также переходите по ссылкам наш паблик пк и телеграм-канал где каждый день выходят тексты о геймдеве и кино для которых мы опрашиваем специалистов из индустрии кроме этого мы делаем курсы по геймдеву и на данный момент у нас есть два бесплатных курса по 3d подробности в описании а с вами была команда xyz до скорого пока